В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале внедрили новый современный малоинвандивный способ удаления одной из долей легкого. Это таракоскопическая лобоктомия. Данный метод является малотравматичным способом резекции. После него пациент восстанавливается не более четырех дней. Лобоктомия – это самая востребованная в таракальной хирургии операция, когда нам нужно удалить половину легкого, то есть долю легкого, выделив раздельно сосуды, бронхи и сделать это все, не вскрывая человеку в трудную клетку через небольшой разрез. Эта техника позволяет человеку как можно быстрее восстановиться после операции, встать на ноги. Практически на следующий день пациенты ходят, двигаются спокойно и свободно. У них почти нет боли, они не нуждаются в постоянном обезболивании. Отметим, операция уже была проведена четырем пациентам с образованиями в легких. Бригада специалистов РКБ имени Вишневского под руководством главного таракального хирурга города Санкт-Петербурга Вадима Пищика провела сразу двум пациентам таракоскопическую лобоктомию. Уже после двум другим больным таракальной хирургии под руководством Ахмеда Халилова провели операцию самостоятельно. Все великолепно, с прекрасным обзором, с прекрасной демонстрацией, с нашим участием. Это опять-таки делает нам еще один шаг к проведению таракоскопических операций, которые мы проводим. Но в таком объеме, в таком расширенном объеме это, конечно, будем налаживать. Я думаю, у нас все это получится. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время все прооперированные пациенты чувствуют себя хорошо и их здоровью уже ничего не угрожает. По словам главного таракального хирурга Санкт-Петербурга Вадима Пищика, все это благодаря новой технике, которая позволяет быстро восстановиться после операции. Также он отмечает, что клиника готова к использованию данного метода, так как в отделении есть все необходимое медицинское оборудование. У меня нет ни малейших сомнений, что это отделение их полностью освоит в кратчайшие сроки и начнет выполнять самостоятельно. Оборудование есть, оно позволяет выполнять эти операции. И жители города, жители региона смогут получать и не инвазивную хирургию, не уезжая в далекие, так называемые, столицы. Асияту Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.